всем добрый день меня зовут юля капитонова и мы в прямом эфире на телеканале доктор 8 800 707 08 27 номер по которому вы можете нам звонить и задавать ваши вопросы консультироваться с врачами наш телевизионная клиника открыта с 3 до 6 с понедельника по четверг и прямо сейчас мы будем говорить о таком очень важном серьезном заболевании как астма у детей бронхиальная астма многие знают что в основном бронхиальная астма начинается именно в детстве и знаете что здесь очень важно не пропустить потому что ребенок он естественно не может диагностировать он не всегда пожалуется и здесь очень важно мамы бабушки папа конечно же и дедушки и в целом если у вас в окружении есть маленькие дети даже бывает знающий человек на детской площадке может увидеть у ребенка симптомы и подсказать родители очень важно давайте учиться самодиагностики диагностики астмы у детей для того чтобы в некоторых случаях даже спасти жизнь ребенку о том как диагностировать астму о том что это такое как понять что у ребенка уже начались вот эти тревожные звоночки и сколько времени есть чтобы успеть к врачу и возможно даже купировать это на всю жизнь обо всем этом мы будем говорить замечательным доктором это врач-педиатр аллерголог иммунолог кандидат наук врач морозовской детской больницы ее знают мне кажется во всем мире замечательная больница доцент кафедры детских болезней сеченовского университета павел вячеславович бережанский павел вячеславович здравствуйте здравствуйте юлия астма у детей вообще насколько часто это встречается но не зря астма у нас называется социальная болезнь 21 века к сожалению за последние 10-20 лет количество пациентов с астмой с аллергическими заболеваниями респираторного тракта у нас увеличилось на те же самые 10-15 процентов если говорить о встречаемости астмы ну у нас в россии по статистике около 8-9 процентов поднаселение детского населения имеет диагноз бронхиальная астма но к сожалению это официальная статистика а еще у нас примерно около 6-8 процентов детей имеют симптомы бронхиальной астмы если их качественно обследовать можно установить диагноз но в настоящее время они находятся без данного диагноза поэтому смело можно сказать что 14 процентов населения у нас имеет диагноз астма но из них только 8 имеет диагноз то есть люди не знают да родители не знают что у ребенка и я знаю что вы разработали уникальный прибор для ранней диагностики астмы расскажите пожалуйста о вашем изобретении но самая важная задача диагностики астмы это установить бронхиальную астму как можно раньше чем раньше мы установим чем на более легкой стадии мы установим тем мы сможем лечить проще назначать первые ступени терапии и добиться быстрее ремиссии а именно бронхиальной астме это самое важное и действительно у нас есть разработка у нас есть семь патентов как раз на исследование на раннюю диагностику астмы у детей и эта история вообще началась с личной истории потому что у нас старший ребенок страдал частыми обструкциями а если есть три обструкции вот здесь надо для себя запомнить если три раза ребенок болел обструкциями под вопросом бронхиальная астма обструкция это когда становится ребенку тяжело дышать когда есть затруднен выдох мы иногда слышим что ребенок вдыхает начинает выдыхать и слышим хрип и такие свистящие на расстоянии как будто проглотил свисток вот это есть обструкция когда требуется использование ингалятора с определенными препаратами вот это есть обструкция когда воздух застревает в легких ему тяжело выйти и вот у нас личная история началась наш проект и действительно у нас есть прибор сейчас мы находимся на стадии сертификации его то есть получаем на него сертификат на как на медицинский прибор и очень надеюсь что он поможет диагностировать астму большего количества населения на ранних стадиях то что главная задача вообще есть для чего мы его делаем чтобы данный прибор был далеких амбулаториях далеких фапах сельских больницах где нет специализированной помощи где нет аллергологов иммунологов где нет специальных приборов для диагностики потому что можно провести обследование любой специалист даже со средним образованием все это отправляется в облако и здесь мы можем интерпретировать и уже удаленно помочь поэтому это самое главное такая социальная задача для чего мы делаем это какой-то дыхательный прибор нет совершенно нет действительно прибор выглядит очень просто многие называют феном кто-то называет его молоточком прибор позволяет взять руку ребенка например это новорожденный ребенок да мы не знаем что с ним будет положить специальный прибор мы прикладываем его или к нокаточку или можем глазу приложить и на экране компьютера монитора мы можем увидеть микроциркуляторное русло мы можем увидеть капилляры в живую как бегает кровь как бегают лейкоциты эритроциты формы капилляров потому что весь патогенез бронхиальная астма как она развивается она завязана на капиллярном русле и мы снимаем большое количество параметров и мы знаем что у нас есть определенные параметры которые отвечают за развитие бронхиальной астмы мы же знаем что бронхиальная астма это у нас гетерогенное заболевание которое сопровождается обструкции то что бронхи у нас сужаются до выработкой слизи и спазмом мышц из-за этого ребенку тяжело дышать и это все связь завязано на микроциркуляторном русле на капиллярах и вот мы можем заранее увидеть и начать профилактическое лечение маленькому пациенту здорово но пока еще этого замечательного прибора нет да и вообще да как родителям понять что у ребенка начинается астма во первых чаще всего возможно это в каком-то определенном возрасте во вторых на что обратить внимание вы уже сказали несколько симптомов назвали да что такое обструкция давайте повторим потому что это очень важная информация ну если мы берем врача врач ставить диагноз бронхиальная астма на основании симптомов первую очередь симптомы и каждый родитель каждый не знаю человек то живет с ребенком в семье должен эти симптомы тоже знать первый симптом это у нас кашель кашель который у нас долго не проходит длительный кашель кашель после контакта например с каким-то аллергеном с кошкой или собакой например кашель после физической нагрузки если ребенок пробежал 100 метров после этого начался кашель это опять же звоночек что надо обследовать ребенка второй симптом это одышка появление в работе не знаю дыхательной мускулатуры то есть мы спокойно дышим нас ничего не беспокоит но когда появляется одышка у ребенка во первых ребенок начинает глубоко вдыхать у него начинает приключаться как тут дыхание и грудные мышцы у ребенка начинает раздвигаться крылья носа и самое важное здесь стоит обращать внимание если появляется одышка дети очень специфически встают им неудобно горизонтально им дышать неудобно и они встают или выпираются на стол и вот так вперед наклоняется или садятся как вот извозчики раньше сидели когда управляли лошадьми вот так вот садятся и сгибается потому что в этом положении гораздо проще дышать и расслабляется мускулатура следующий симптом у нас есть называется атопический марш потому мы говорим о бронхиальной астме но бронхиальная астма это третья ступень в развитии аллергии на самом деле атопический марш у нас протекает так обычно у детей сначала развивается атопический дерматит следующий этап если мы его правильно не лечим развивается аллергический ренит и следующий этап это уже бронхиальная астма но примерно 80 процентов наших косматиков должны на побольше к сожалению по этой линии проходили и если есть отягощенный анамнез у родителей то есть у мамы или у папы есть аллергия если ребенка есть атопический дерматит и уже проявился ренит надо тем более обследовать на бронхиальную астму ну и важно еще симптом это частое заболевание если ребенок часто болеет часто болеет с обструкцией мы здесь тоже должны его обследовать на бронхиальную астму но еще есть много других симптомов но их наверно надо в частности обсуждать со своим доктором и наверно всех призываю вообще все моменты по ребенку надо фиксировать и рассказывать своему педиатру педиатр на на самый важный доктор в семье где есть ребенок да это же обычно так и бывает педиатр ведет ребенка самого маленького возраста до 18 лет до 18 лет татьяна спрашивает добрый день подскажите пожалуйста возможно ли вылечить астму с возрастом если астма была в детстве снимается ли этот диагноз во взрослом возрасте как бронхиальная астма может повлиять на службу вооруженных силах ну здесь сразу много вопросов татьяна смотрите если диагноз был установлен ребенку до 18 лет установлен он в официальных медицинских документах амбулаторно или стационарно до 18 лет данный диагноз снять нельзя в россии у нас запрещены пробы провокационные с помощью которых можно убрать этот диагноз когда исполнится ему 18 лет можно пойти в институт аллергологии в пульмоотделения провести пробу как раз провокационную если она будет отрицательной диагноз можно снять но если он был установлен к сожалению его не снять и здесь начинается череда определенных событий если у нас установлен диагноз то у нас есть противопоказания для службы вооруженных силах раз у нас есть противопоказания для занятия определенными профессиями особенно теми профессиями где руководя каким-то не знаю транспортным средством краном и так далее ты отвечаешь за свою жизнь и жизнь своих рабочих или кто рядом с тобой работает поэтому диагноз бронхиальная астма накладывают вот такие вот ограничения ну и служба в армии конечно это у нас группа б и если говорить о возрасте чаще бронхиальная астма у нас начинается в возрасте до пяти лет но это чаще у нас начинать даже до трех лет она может начинаться но к сожалению на верификацию диагноза на установку диагноза у нас уходит ну от полутора до двух с половиной лет то есть самый средний возраст когда устанавливается диагноз это где-то 6 8 лет вот здесь вот большинство диагнозов установлено но получается по нашим наблюдениям ребенок уже несколько лет до установки диагноза уже жил с ним и хотелось бы конечно чтобы он раньше попал пульмонологу или к аллергологу если говорить о заболеваемости если мы говорим о мальчиках потому что вопрос был конечно о военкомате мальчики в раннем возрасте до школьного возраста до 6 7 лет они чаще чем девочки заболевают и имеют диагноз бронхиальная астма но в период пубертата когда начинают выделяться гормоны созревает вегетативная система иммунная система в этот период количество пациентов и мальчиков и девочек с диагнозом бронхиальная астма сравнивается потому что во первых провокатором бронхиальной астмы у нас являются чаще это вирусной инфекции чтобы случилась обструкция или воспаление какой-то ребенок должен чаще заболевать по статистике мальчики заболевает чаще это раз дальше когда ребенок уже мальчик растет дорастает до пубертата здесь его гормональный фон он становится более слабее чем у девочек все женские гормоны они являются иммуностимуляторами то есть женские гормоны они стимулируют иммунитет а все мужские гормоны в пубертат они наоборот иммуно регуляторы иммуносупрессоры иммунитет у мальчиков период полового созревания подростков он гораздо ниже чем у девчонок но это обуславливает и течение того что бронхиальная астма сходит на нет потому что ребенок уже так не реагирует на аллергены и то что у девочек в этот период чаще проявляется симптомы бронхиальной астмы какой развернутый ответ а на спорт как-то влияет астма то есть можно заниматься какими-то физическими нагрузками или нет ну со спортом у нас отдельная наверное есть большая история чаще у нас как происходит семье если мама или папа занимались каким-то видом спорта обычно туда не ребенка и отдают в этот вид спорта или мечтали или да или мечтали вот я так хотел быть хоккеистом ребенок тоже пойдет да я думаю про тебя нет я вот про всех да говорю что у нас чаще так или родители занимались или они хотели заниматься чтобы их дети занимались как бы реализовывать свои потребности через ребенка и здесь очень важно понимать что во-первых надо понимать конституцию ребенка понимать если у нее склонность к аллергии или каким-то другим заболеваниям и конечно же здесь надо очень важно оценивать состояние вегетативной нервной системы потому что вегетативная нервная система регулирует вообще все как мы реагируем на наши не знаю аллергены как мы болеем как переваривать на желудок как бьется наше сердце именно вегетативная система вносит существенный вклад тоже в развитие бронхиальной астмы вот например вспомним пациентов с бронхиальной астмы они бывают перед экзаменами там перед какими-то стрессовыми событиями понервничают и у них происходит приступ бронхиальной астмы это все связано с вегетативной системой поэтому прежде чем выбрать вид спорта вообще любому пациенту не обязательно с бронхиальной астмой следует обратиться к врачу сдать икг длительное икг и посоветоваться вообще с врачом по виду спорта если мы все-таки у нас есть у пациент у которого есть диагноз бронхиальная астма здесь нам надо определиться на что у нас есть аллергены это в первую очередь если у пациента есть у ребенка есть аллергия на домашнюю пыль на клещей домашней пыли в общем бытовая аллергия там на тараканов до бывает у нас тараканов вообще не должно быть а вот самое интересное с тараканами смотрите хитин он и в африке хитин чем покрыты тараканы пересекается со всеми морепродуктами и с большим количеством грибы хитин то же самое будет пересекаться а вроде бы аллергия кажется только на тараканов поэтому если есть на бытовые аллергены наверное надо убирать те виды спорта ну как наверное рекомендую убирать те виды спорта которые связаны с уровнем пола гимнастика акробатика где дети начинают кувыркаться на этих матах вы понимаете тысячи человек пробежит по этим матом пыль поднимется и он следующий ребенок астматик начинает кувыркаться и вдыхать эту пыль вот эти вот конечно не сам спорт а обстановка обстановка которая ограничение на вид спорта у детей с астмой вообще нет мы знаем кучу олимпийских чемпионов кучу чемпионов мира у которых есть бронхиальная астма или была бронхиальная астма и они завоевают золотые медали на на олимпийских играх поэтому здесь противопоказаний к спорту нет но надо подойти правильно к выбору спорта опять же вот если есть домашние аллергены убираем все виды спорта которые на уровне пола уже перечислили если есть у нас у ребенка например астма физической нагрузки но это когда он пробежится начинает кашлять начинается повышение сердцебиение значит мы должны выбирать виды спорта не с выносливостью такие как там бег велосипед лыжи а вот гибкость и силовые виды спорта можем выбирать хорошо вот это вот очень важно ну и по сути наоборот смотри у нас есть еще аллергены например пыльцевые да здесь мы конечно будем тогда стараться убирать виды спорта которые ребенок проводит на улице в период светения но у нас есть такие например там воркаут летний вариант до роли ролики например скейт и так далее но эти виды к сожалению этому ребенку не пойдут даже физкультура физкультура в теплое время она проходит на улице то есть это не спортзал да это спортплощадка особенно это когда в период светения вот березы у нас основной аллерген береза да но в зимнее время года может быть этому ребенку как раз подойдет и лыжи могут подойти можно подойти не знаю бег по пересеченной местности в зимнее время не знаю коньки хоккей но здесь надо индивидуально подойти к ребенку и самое главное опять же еще раз повторяю перед выбором спорта лучше посоветоваться со своим педиатром павел вячеславович скажите пожалуйста нужно ли ставить дома очистители воздуха ну очистители воздуха одним словом если сказать нужно да желательно его ставить вообще всем и не только астматикам но если мы в этом случае сейчас вами разговариваем по поводу бронхиальная астма здесь надо понимать что у нас и на у многих стоят кондиционеры в которых установлены одна фильтрация там или хепа или там g1 такой вот есть фильтр у нас но к сожалению если он установлен он особо сильно вам не поможет потому что количество аллергенов и веществ которые могут раздражать дыхательные пути их во первых очень много а во вторых они все очень разного размера у нас есть размер например от 50 до 100 микрометров это вот клещи домашняя пыли а есть частички размером от 0 3 до 0 0 1 микрометр это совсем маленькие это по сути вирусы и бактерии и они тоже должны все фильтроваться поэтому если вы выбираете фильтр до очиститель воздуха для дома он должен во первых содержать в себе несколько поэтапных систем фильтрации первая фильтрация она называется g1 или f1 в разные есть нумерование в зависимости от степени очистки но должен быть первый фильтр от грубой очистки потом он идет каждый раз на уменьшение то есть первые g потом f потом вот эти хепа которые широко разрекламированы большое количество очистителей в воздухе их содержит но и следующий этап лучше убирать еще со следующим это или электрохимический или каталитический такой есть фильтр и с помощью катализа помощью химических реакций дальше очищается воздух и тогда действительно вот этот фильтр поможет домашних условиях избежать во первых попадания аллергенов дыхательные пути ну и даже поможет тем у кого нет астмы например меньше болеть потому что будет хорошо очищаться возьмите пожалуйста на заметку у нас есть вопрос от нашей зрительницы елены у сына стоит диагноз астма больше из-за наследственного фактора папа астматик и даже пользуется баллончиком а у сына в ясельном возрасте часто были обструкции из-за этого настояли на этом диагнозе мы лежали на обследовании и страшного не было ничего и аллергии ни на что не выявили но сказали давайте лучше подтвердим а потом в переходном возрасте сможете снять но лет 13-14 я согласилась а сейчас задумались о дальнейшем пришли к выводу что этот диагноз очень нам помешает возможно ли его снять ближайшие пару лет или же ждать так называемого переходного возраста ну как уже говорил у нас в россии запрещены детям до 18 лет провокационные пробы а это значит что диагноз установлены бронхиальная астма до 18 лет снять нельзя и ни один крупный не стационарные научный центр его не снимет а для чего вообще нужно снимать диагноз какие сложности могут вот елена не уточнила но по сложностям как мы уже обсудили это во-первых ограничения выборе профессия не все профессии можно пилот например машинист поезда крановщик и другие профессии к сожалению уже этого ребенка будет ограничен выбор второе это у нас сейчас идет такая вот волна патриотизма во многих школах у нас вводят кадетские классы военные классы ограничения для поступления в этот класс сожалению ребенок с хроническим заболеванием имеет всегда третью группу здоровья и с третья группа здоровья в спортивные кадетские классы тоже поступить нельзя вот это на основные такие вот с чем мы тоже очень часто пересекаемся с такими обращениями родителей расскажите пожалуйста я знаю что есть дыхательная гимнастика для астматиков кому она может быть показана и могут ли ее сделать все и взрослые и дети и может даже для профилактики астмы но если говорить о профилактике астмы с помощью дыхания но к сожалению нельзя ее профилактировать потому что астма это у нас хроническое аллергического забоевания то есть это будет все равно небольшое воспаление постоянно есть то есть персистирующие воспаление но если мы говорим о дыхании к сожалению вот мы сейчас много смотрим их пациентов их родителям и даже когда они приходят иногда мы спрашиваем встаньте ровно вот мама папа покажите как вы дышите и дышит очень много процентов на на 60 нашего населения дышать неправильно во-первых дыхание у многих идет поверхностная это роде да только грудью а мы понимаем что у нас должен быть еще и брюшной тип дыхания потому что диафрагма это самая сильная мышца которая у нас находится до брюшной полости которая должна способствовать дыханию а мы наоборот дышим только грудными мышцами это раз во вторых у нас есть проблемы если тем более подростки осматики с осанкой осанка неправильное положение тела как они сидят сейчас основное развлечение компьютеры сделали уроки сели за стол положили ногу под себя вот так вот криво сидят за компьютером и начинает во что что-то играть или вот так вот знаете на стул до нас или на стул садятся или ногу сижу и думаю интересно ну не здесь в конятное дело дома и думаю интересно наверное же это вредно для послоночника и все хочу этим заняться но я не могу мне неудобно может быть стол как-то подобрать нужно ребенку да но здесь вот как раз во первых если мы говорим про стол ну про положение то есть он неправильно помимо позвоночника неправильно ребенок дышит то есть одна часть продыхает хорошо и дышит а большей частью верхняя часть а нижняя часть легких она у него как будто бы забита и не дышит особенно в этом положении то что диафрагме ходить некуда а если обе ноги положить узнаете такая поза медитация можно здесь стоит вопрос смотрите если у ребенка хорошо развитые мышцы брюшной полости если внутренние мышцы кора внутренние мышцы пресса хорошо развиты то можно если к сожалению у ребенка вот не развит пресс здесь ребенок может заниматься видами спорта которые способствовали опущению органов малого таза и такие бывают ну надо правильно подбирать в этом случае ну в этой позе дышать нельзя нужен хороший для хорошего дыхания нужно хорошая диафрагма и хороший пресс самое главное хорошее положение поэтому вот у нас была классная система образования в советском союзе да и сейчас возвращается когда парты и стулья подбирали под рост ребенка то что дети ну абсолютно разные бывает кто-то у нас в 10 лет уже метр шестьдесят а кто-то еще метр двадцать ходит поэтому всех одинаково сажать за парту конечно неправильно если есть возможность дома установить столы которые вот поднимается регулируются и стулья это будет конечно очень правильный вообще подход потому что этот стол один раз взяли и он до 18 лет ребенку прослужит ну и будет вообще здорово если в семье несколько детей то есть следующему ребенку тоже удобно переда зубно давайте может быть продемонстрируем какие дыхательные упражнения полезны при астме но если говорить о дыхательных упражнениях у нас есть определенная система по стрельниковой но выполнять эти упражнения ребенка особенно младшего возраста очень сложно нужны определенные такие вот навыки и чтоб ребенок понимал когда вдохнуть когда выдохнуть но очень важно по правильному дыханию во-первых надо сидеть ровно мы сидим ровно и очень часто обратите внимание бывает что у нас спина получается поясничный отдел проваливается снаружи вот многие вот так вот выгибается и он как бы у нас таким загибом да в этом случае мы должны выровнять это на за фитнес тренеров это называется здесь и это называется подкрутить таз вот так вот если правильно сказать подкручиваешь таз и сразу начинает работать пресс начинает напрягаться все могу так вот сидеть три часа вот ровно и кстати выгибалась да чуть-чуть ровно и у меня будет качаться пресс да и в этом случае будет работать пресс работа а если еще делать правильные дыхательные упражнения дыхательные упражнения как должны выглядеть первое сначала надо понять вот покажите как вы будете вот наберу как шарик надуваете вот сейчас мы разберем ошибки давайте настолько 50 секунд осталось быстро разбираем во первых мы должны глубоко вдохнуть должен надуться живот это раз мы должны почувствовать во вторых когда надуваем шарик ни в коем случае мы не надуваем щеки должны быть губы сомкнуты и выдувать через узкую такую щель то что если мы выдуваем через щеки у нас будет неправильно работать дыхание через соломку дуть вот она правильно ник не надуваем щеки вот это вот будет тогда правильное дыхание глубоко вдохнули выдохнули ну и еще одно следующее упражнение также ровно сидим поставили руки вот так вот на стол и и делаем то же самое глубоко вдохнули через нос и через рост вдыхаем через маленькую щель и давим локтями вниз и в этом случае у нас и пресс напрягается и мышцы все дыхательные работают абсолютно правильно и вот все это кстати зарядка для тех кто долго сидит за стулом за столом это очень классная зарядка пять минут в день и пресс будет у вас прямо подготовлен к летнему сезону начали саст мы закончили правильной пасы в правильной позы и приседений спасибо вам огромное павел вячеславович бесконечно приятный был разговор друзья мы продолжим через несколько минут а